Эпопея с продажей главной арены Одессы подошла к концу. Напомню, стадион Черноморец впервые выставили на продажу еще в мае прошлого года за 1 миллиард 139 миллионов гривен. Продать его удалось только с 17-й попытки на голландском аукционе, фактически за бесценок по сравнению с первоначальной суммой за 193 миллиона гривен. Стадион приобрела некая американская компания All Rise Capital, основанная в 2016 году с российским руководством. В украинских СМИ эту компанию уже связывают с украинским олигархом и народным депутатом Вадимом Новинским. Утверждать, что футбольный клуб Черноморец и команда продолжит играть на этом стадионе, мы пока не можем. Эту информацию еще никто официально не подтвердил. Я бы, например, Черноморцу в таком случае, если не дадут стадион, на «Спартак» перешли бы играть. Ничего, к чему я говорю «Спартак». Потому что уровня команды Черноморец сегодня могут только что-то выиграть на «Спартаке». Это мнение ветерана и экс-президента клуба Петра Найды. Продадут ли саму команду, пока не ясно. Арена и так последние годы клубу не принадлежала. Футбольных СМИ Украины приписывают интерес черноморцу крупного бизнесмена, нардепа Вадима Новинского. Все может быть. Может, это и причина, что он выкупил стадион. Давайте посмотрим буквально в небольшое время, и мы поймем, любит ли он футбол или он просто выкупил, чтобы сделать очередной базар. Также, по сведениям Петра Найды, интерес к морякам уже давно проявляют европейцы. Здесь нужны люди, которые сильно любят футбол. Сильно любят итальянцы, испанцы. Но другие, как тебе, русские еще, как Абрамович. Но Абрамович же не взял команду российскую, он взял Челси. Все сделаем, чтобы Черноморец, как говорится, поднять из пепла. Когда-то подняли, и поднимем еще раз. Дайте немножко вот закончится эта история вся. Как бы там ни было, Черноморец проголосовал против продолжения чемпионата в первой лиге. Сейчас в клубе ждут документы из профессиональной футбольной лиги и решения о формате окончания сезона. Состав черноморца уже начинают покидать игроки. Контракты разорваны с Норинковым и Зинкевичем. А недавно в команде в очередной раз сменился главный тренер. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».